Арктика должна стать доступной, а у арктического туризма как вида бизнеса есть все шансы стать рентабельным. Необходимо только активнее включаться в работу по продвижению регионального турпродукта. Это лишь малая часть того, о чем говорили участники первого международного туристского форума «Доступная Арктика». Он прошел в Наринмаре, столице Нинницкого автономного округа. На дискуссионной площадке собрались представители туриндустрии России, Норвегии и США. Науворота в Арктику – территория, доступная для туристов в любое время года. Нинницкий округ открывают для себя путешественники разных стран и даже континентов. Только этой зимой к нам приезжали гости из Австралии, Таиланда, Южной Африки, Великобритании, Шри-Ланки и Сингапура. Искушенным туристам кажутся экзотика и традиционные жилища коренных народов, упряжки северных оленей, подлёдная рыбалка, природные сокровища региона и, конечно, национальная кухня. Чум, олени, национальная еда, этнические сувениры, а по большому счёту особенная самобытная атмосфера – вот что привлекает российского и иностранного туриста. Но с другой стороны, это также и то, что делает все арктические регионы России похожими друг на друга. Сегодня в гонку за туриста, желающего попасть в Арктику, включились все северные регионы – Нао, Архангельск, Ямал, Красноярск, Мурманск, Чукотка. Одними из самых продвинутых в этом плане субъектов России выступает Якутия. В республике знают толк в туризме, охотно делятся опытом и предлагают каждому арктическому региону найти свою изюминку. Такую идею высказала Лена Курбаналеева, заместитель министра по развитию туризма республики. По ее мнению, каждый регион должен найти свою особенность и предложить туристу такой продукт, который не смогут предложить в других субъектах арктической зоны. Вчера посмотрела, сегодня послушала в музее, и очень много схожего вообще в принципе. Абсолютно очень много, как будто я нахожусь практически у себя против. Но есть одна существенная разница, которую, позвольте, я сегодня не буду вам об этом говорить. Но это навело меня на мысль, что мы, наверное, арктические субъекты, позвольте так себя назвать, должны, собственно, где-то сесть, собраться и понять, и определить некую свою отличительную фишку, то есть что есть у меня в Якутии арктический туризм. Я уже для себя поняла, чем я буду отличаться, например, от вас, гостеприимные хозяева, да, то есть, наверное, и также другие территории. Изюминкой-изюминкой, но от главного никуда не уйти. Сегодня Арктика как магнит притягивает к себе тех, кто хочет соприкоснуться с самобытной культурой северных народов. По мнению Ули Андреаса Линдемана, генерального консула Норвегии, главной туристической фишкой Арктики была и остается ее этническая составляющая, обычая и традиция быт национальной кухни коренных народов, которые проживают на этих территориях. Одним из мощных стимулов развития туризма Арктики является культурная составляющая региона, его особенность Арктика для них коренных народов. Коренные народы – главный драйвер развития арктического туризма, а не основа успешного турпродукта. Когда он создан, в игру вступает чистый маркетинг, искусство продвижения среди разнообразия туристических предложений других регионов. Это проблема общая в России, это не только проблема немецкого округа, это проблема всех наших регионов, это продвижение юристических наших. Вот об этом я хотел сказать подробнее, потому что это очень важно, чтобы наши люди знали об этом. Знали и как-то стремились, может быть, узнать больше нашей России. Ведь Арктика, в любом случае, по нашему мнению, это такой эксклюзивный проект. Но пока о нем многие знают. Еще один момент, о котором также говорили на форуме – это доступность. Безусловно, Арктика должна быть доступной. Путешествия в северные края не должны быть сопряжены с долгими перелетами и безумными финансовыми тратами. И здесь, в Ненисском округе, есть чем похвастаться, отмечают участники международного форума. Вот это доступная Арктика, и прежде всего это связано, наверное, с тем, что два с половиной часа перелета, что с Москвы, что с Санкт-Петербурга, и мы находимся с вами здесь, в Арктике. Стоит отметить и тот факт, что развитие туризма в Арктике сегодня рассматривают как фактор устойчивого развития территорий. Вложения в туристскую индустрию Арктики целесообразны не только с экономической точки зрения, но и социальной. Развитие туристской инфраструктуры, которой смогут пользоваться в том числе и местные жители, будет способствовать росту качества жизни в регионе. Туристическую отрасль сегодня рассматривают как весьма успешный вид бизнеса. Туристического бизнеса, как и действует опыт наших соседей, есть все возможности бюджетами и стать настоящим драйвером для малого бизнеса. О туризме, как о секторе региональной экономики, говорят и представители Ямала, где этот вид деятельности поставлен на широкую ногу. Конечно, нам очень сложно тягаться с валовый региональный продукт, с нефтяной, газовой отраслью, так же, как и в Ненецком автономном округе. Но, тем не менее, 0,4% ВРП мы имеем, что называется. То есть, пускай это небольшой процент, но, тем не менее, он есть, мы от него никуда не уйдем. И наша задача только повышать этот самый доход. Причем, по итогам 2015 года наблюдается небольшой рост именно туристских услуг, согласно данным Ямалстата. Кроме того, туризм на Ямале – это та сфера, которая почти полностью лежит на плечах малого и среднего бизнеса. Государство со своей стороны поддерживает их грантами и помощью в информационном продвижении. Что касается последнего, здесь северные регионы решили сообща продвигать бренд «Доступная Арктика». Профильное ведомство в субъектах, включенных в арктическую зону России, совместно с представителями бизнеса разработают туристические маршруты разной направленности, продолжительности и стоимости, которые будут включены в программу продвижения бренда «Доступная Арктика» и подчеркнут уникальность каждого региона. Работа по продвижению будет проводиться через средства массовой информации, туристические интернет-порталы, социальные сети. Готовность оказать поддержку в формировании интереса к арктическим турпродуктам выразила Ассоциация арктических СМИ. Такая работа, по мнению экспертов, даст положительные эффекты и привлечет туристов в Арктику, в том числе и в Нинецкий округ. За минувший год различные операторы привезли в округ 3750 человек. Сегодня регион находится только в начале своего туристического пути и нацелен на большие перспективы.